Девушки отдыхают 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 Ну, наверное, как раз так и становится большими эстерами. Состояние справиться с собой. Ну, да. И главное направление для бурс – это победа в своих слабостях, в своих страхах, в своей боли. В преодолении себя и возможность побеждать самого себя в всякий раз. И вот обратите внимание, тяжелые, хотел сказать, весовые категории, тяжелые коэффициенты. Здесь совсем другая манья. Здесь удар, сунуться вот ровно под один удар тебе хватит для того, чтобы, как бы, ну, перво-наперво проиграть поединок, а второе, то, чтобы, может быть, там, тебе нанесли достаточно тяжелые повреждения, которые тебе могут оценить потом. Да, это так, да. А в ответили, как и в предыдущих боях, исповедует очень расчет. Левый кик работает левую руку, левый прямой, видите, попадает. И, как правило, левый 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 кик под опорную ногу, который вышибет оппонента, отправит его на тотали и позволит ему уже закончить дело внизу в партнерах. Я помню выступление, которое, конечно, вот, когда только-только мы знакомимся с Кудо, начиналось, выступление Глеба Молоткова, у которого чудовищный просто лоу-кик по мощи. Сколько он народу отправил в технические вот эти нокауты, когда люди не могли стоять. Один лоу-кик, еще больше ничего не делал, что-то не бил, то есть, что-то человек, противник находился в сознании, но при этом был продолжать мягко, потому что не стоял, а уже стоять не надел. Конечно, сейчас накал очень высокий, и, может быть, поединок, кажется, не очень зрелищным, но в любом случае в поединке важный результат. Анатолий уже не 16 лет, а бросаться, терять здоровье в состоянии, его манера ведения была очень расчетлива. Помните, все эти предыдущие три... Вот, попал, вот, есть захват, есть падение. Вот этого, собственно, Анатолий и ждал. Таким образом, он закончил все три предыдущих поединка. Есть, видите, захват виноградового шлема Анатолия. Есть, четыре. Оценка тока. Да, отлично. Ну что, руку? Руку тащить или... Я думаю, что он пойдет на душение. Есть захват. Да, да, взял от ворот. Но от такого захвата он идет. Еще не грамотно заезжается, посмотрите, нужно уходить наоборот в другую сторону, вправо вращаться виноградами, а он лезет в шею и в петлю. Ну, посмотрим, посмотрим. Времени хватит? Додушить. По-моему, нет, в общем. Но в любом случае... Ну, как-то уже нет. Александра Потрясева уже есть, ассортный конкурс. Так как Ирина Бокова болеет за своего коллегу по команде. И видно, кто-то из судьи не сказал, Ира. Чуть-чуть эмоциональнее, где-то иди. В любом случае единоборство – это уважение к традициям и китуалам. Какие бы ни были сильные эмоции, их нужно ли сдерживать. И это об этом постоянно говорит наш Астанин. Ну что ж, одно кока и дополнительное время. Да, абсолютно верно. Поединок сейчас будет продолжен. Кстати, что, собственно, Сенсей Адзума Такаши сказал о перспективах дальнейшего развития КУДО по миру и в России в частности? Ну, во-первых, он поблагодарил всех тех иностранных спортсменов, которые нашли себе силы и возможности приехать на это мероприятие. Потому что, конечно, такие международные контакты, они способствуют развитию единоборств, развитию КУДО в странах. Потому что, встречаясь между собой на татаме, спортсмены имеют возможность повышать свой уровень. Потому что, естественно, любые соревнования – это экзамены. Любые соревнования – это тесты для тренера, любые соревнования – это тесты для спортсменов, которые выявляют правильные методики, правильные практики. И это ведет к дальнейшему росту, к дальнейшему росту развития к мастерству спортсменов. Невозможно побеждать не соревновать. Конечно. Невозможно стать великим мастером, не пробуя свое мастерство на таких же бойцах, как и ты. Ну да, вот, собственно, этим может быть... Вот это именно высказывание, высказывание абсолютно верное, Александр, я с вами целиком согласен. Вот, может быть, данная позиция, может быть, то, что не соревноваясь с более сильными спортсменами, в итоге, конечно же, прекрасная сборная Японии по кудо и аукнулась. Они слишком долго сидели в своем вот этом замкнутом микрокосме, в то время как по Европе и по миру подрастали, особенно по России, подрастали бойцы, которые приехали и начали их бить. Потому что те не соревновались с подобными спортсменами. Наверное, это еще одна сторона вопроса. Здесь, мне кажется, еще, мне кажется, способствуют экономические факторы, фактор того, что первая плеяда великих бойцов, это сейчас Садо Кеничи, который сейчас судит на татаме, на татаме, меня на суде, он же не кратно чемпион Японии. Человек, который в Японии известен, популярен, человек хитман, человек удар. Первое поколение сошло, а второе поколение было не готово принять у них это знамя японского кудо, и поэтому случился с ней и провал. Не факт, что лет через пять не появятся новые японские звезды, которые будут противостоять всем спортсменам мира и побеждать их на татаме. Ну, тот же, вот, помните, тот самый чемпионат мира, когда Хироуки прекрасные поединки показывал, как раз, я не знаю, ему лет достаточно прилично, причем, уже. 35, ну, такие роскошные, булевые приемы, насколько он умный, я не знаю, уместные сравнения не по-японски, он, вы говорите, про Гаву. Да. А Гава, это, в принципе, спортсмен-ноутсес. Мы же говорили однажды, что в свое время, придя в кудо, он стал свой черный пульс по бесконтактному карате, и стрелял нашел луч четвертого бала, став чемпионом мира и закончил свою спортивную карьеру. Но сейчас давайте вернемся лучше к нашему поединку, потому что... Это все самое интересное, да? Ой, ой, такие боковые. Ну вот, Анатолий включился, пошел одним ударами, цехами и... А сейчас мне-то предупредит же удар за ногу, это был удар в ухо, он затылок и... Нет, прошу, покажи. Я думал, что то, на самом деле, если чем, может быть, винист отцена кока. Бей! 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 И она была вынесена, потому что два удара, которые приняли, потрясение было у Александра. Конечно, здесь Анатолий опыт включился, включился, осталось совсем чуть-чуть, уже не экономит силы. Вот это, кстати, еще и на суде очень здорово влияет, когда видит, как работает на фоне усталости концовку. Немножко повернулся ему, наверное, все-таки Александр, но при всем при этом очень широка его техника. Анатолий скук в движениях расчетлив, пройти овалы, и мы видим, что... Схами захват, еще секунд... Блин, из-за того, что это случилось, спортсменов разнивает. Александр понимает, что терять его большее увеличил преимущество, Анатолий в два кока. И надо идти вперед. Какой хороший был удар, вы, кстати, сейчас Анатолий мог бы... Еще один кок удар, Анатолий. Да, безоткратная атака, три удара. Опасное исполнение Александра удара колени по корпусу. Анатолий в терпус. Есть, как бы, прихват за шлем. Видите, левую руку его, Александра. На тему, ты как раз прихватов, сколько тогда на тренировках, когда-то было говорили, что нельзя локоть в сторону отставлять. И вот ее видно, у нее лекоть параллельно. Есть шея, предупрюдили. Предупрюдили Александра, локоть параллельно. Он очень хорошо прихватил, но, как бы, есть вышка, которая делает... Хороший ответ Александра. Такая пошла плотно, все, нет больше времени. Ну, как бы, поддаунную, поддаунную. Сейчас, смотрите. Хватит ли времени? Случится, наверное, все что угодно. Да, абсолютно верно. Ну, вот, наверное, и все. Да, пожалуй, больше. Хорошая, мощная концовка. Вот эта концовка. Время, кричат уже с трибун. Да. Вот головы без проблем. Головы с против опыта. С Добакока дают возможность одержать победу в этих соревнованиях. Это единственный бой, который не выиграл досрочно. Молодец. Который не выиграл досрочно. Который не выиграл досрочно. Старый гвардия, чтобы еще можно. Ну, знаете, мастеру такого уровня, я думаю, возраст только помогает. Если в некоторых видах спорта человек за 30 уже считает, ну, бурон, допустим, спортивный гимнастик, это даже не ветеран, это уже не нужно сказать, конечно, инвалид. Ну, это такой дедушка в гимнастике, получается. А здесь 30, пожалуйста, человек выигрывает чемпионат Европы, при том, что у него уже ученики чемпионы России. Думайтесь, дорогие друзья, это настолько человек должен быть предан этому виду спорта, чтобы на фоне всей своей спортивной жизни еще в 30 лет выигрывать золото европейского первого. Ну, видно, насколько, конечно, он устал. Видно, насколько устал, и Ира поздравляет своего коллегу, я понимаю, по клубу. А самое главное, что это у Мирины следующее поединение буквально через бой. Гимна сейчас готовится, настолько она умерла в своих силах. Поздравляют, Анатолий, и на ученики, друзья. Ну, тяжелый взгляд. Знаете, вспоминать, не хотел бы с тобой голодный год и не обитаемый воздух оказаться. Ну, конечно, не более, чем шутка, но суровый взгляд. Я думаю, психологический на соперника такой взгляд должен оказывать тяжелое. Очень долго это влияет к этому шоу. Ирина очередной раз пытается что-то подсказать своему товарищу. Попытка проведения удушающего приема. Ну, конечно, плотность боя, особенно в его концовке, была просто на загляденье. Это еще к вопросу о том, насколько человек вынослив. Вынослив он просто, я не знаю, если он термин в превосходной стадии. Ну, так или иначе, поздравляем Александра с званием чемпиона Европы. Серебряный звук. Серебряный звук. Сын. Сын. Серебряный звук. 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 Продолжение следует...